МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Достан Турорбекович назначен руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Он родился в 1973 году, образование высшее. В 1995 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности строительные изделия и продукция конструкции. В 2012 году Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности право. Трудовую деятельность Достан Шалтабаев начал в 1997 году ведущим специалистом Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям. В разные годы работал главным специалистом, заведующим сектором Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям, руководителем управлений строительства, архитектуры и градостроительства Алматинской области Акимом города Талдыкуган. Советником Акима Алматинской области с августа 2022 года занимал должность руководителя Департамента по защите прав потребителей области ЖТСУ. Развитие бизнеса, рост экономики. В этом году свыше полутора миллионов бизнесменов Казахстана впервые отметили свой профессиональный праздник. К слову, новая дата напрямую связана с созданием Национальной палаты предпринимателей Атамикен, которая берет свое летоисчисление с 9 сентября 2013 года. По случаю Дня предпринимателей в Кигенском районе Алматинской области прошли праздничные мероприятия. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Свой профессиональный праздник предприниматели Кигенского района решили отметить подведением итогов деятельности. Ведь рассказать есть о чем. В регионе весьма успешно развиваются разные сферы бизнеса, среди которых и туристические. В целом в Кигенском районе насчитывается свыше 2500 субъектов малого и среднего предпринимательства. И эта цифра растет постоянно. Так, с начала года 49 человек уже прошли курсы в Астау-бизнес. А в рамках проекта «Новый бизнес» четыре жителя выиграли безвозмездные гранты на общую сумму почти 5 миллионов тенге. И по словам руководителя районного отдела предпринимательства, этот показатель растет из года в год. В районе имеется 2620 субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 184 – юридические лица, 984 – индивидуальные предприниматели. Зарегистрировано 1500 крестьянских хозяйств. В них работает свыше 5000 человек. В 2021 году из 27 проектов, представленных на районных конкурсах в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, 9 выиграли грант на общую сумму 25,5 миллионов тенге. За семь месяцев текущего года предприниматели произвели продукции на сумму более 4,5 миллиардов тенге. Их отчисления в бюджет составили свыше 1 миллиарда. В том числе около 55 миллионов тенге налоговых отчислений в регион принес и туристический бизнес. А объем инвестиций достиг 2,5 миллиардов. До конца года планируется увеличить этот показатель в три раза. Большое развитие в последнее время получили и национальные ремесла. «Мы работаем в сфере туризма 8 лет. Кроме того, занимаемся изготовлением изделий ручной работы. Такая продукция пользуется особым спросом среди туристов из дальнего и ближнего зарубежья. Учитывая возрастающий интерес к рукоделию, последние несколько лет мы занимаемся изготовлением войлочных изделий. Мы планируем развивать это направление и дальше». Один из начинающих предпринимателей района – Жанат Сатыбаев. Около года назад мужчина открыл пункт быстрого питания. В дело бизнесмен вложил 10 миллионов тенге. И сегодня он не только смог воплотить в реальность свои мечты, но и обеспечить работой местных жителей. «Этот бизнес мы начинали сами, без чьей-то либо помощи. Изначально арендовали помещение, позже удалось выкупить отдельное здание. Также за счет собственных средств сделали ремонт. Работают здесь жители нашего района. Всего семь человек». На встрече в честь Дня предпринимателей администрация района представила государственные программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, были награждены граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие области. Завершилось праздничное мероприятие концертной программой. Приемные на дороге жители всех районов Алматинской области смогли получить юридические консультации и правовую помощь прямо на улице. Специалисты принимали желающих возле крупных автомастерских отделов полиции и у зданий ЦОНОВ. Всего по области действует 11 подобных мобильных приемных. К их работе привлечено свыше тысячи человек, в том числе больше 300 сотрудников полиции и 20 государственных служащих. Регистрация автомобилей, получение и обмен водительских удостоверений, организация грузовых или пассажирских перевозок. На эти и многие другие вопросы граждане получили оперативные ответы. Главная цель акции «Приемные на дороге» не только ответить на волнующие вопросы, но и наладить обратную связь с населением, повысить уровень доверия к полиции, создать прозрачность взаимодействия. Кроме того, мы ведем разъяснительную работу по повышению уровня безопасности на дорогах и снижению аварийности. Возрождая наследие, первая в Алматинской области музыкальная школа традиционного стиля «Жир-Терме» распахнула двери в Жамбулском районе. Мастерская для авторов-исполнителей расположилась на базе районного дома культуры. В торжественном открытии школы приняла участие и наша съемочная группа. Бахтабай, Суэмбай, Умбитали, Кулмамбет. Испокон веков земля Жамбулского района славится своими мастерами слова на всю страну. Не зря крайносит звания родины поэтов и батыров. Традиционное искусство «Терме» – это наседание в вокальном изложении. Помимо музыкального таланта, оно требует глубоких знаний, острого ума, смекалки, богатого словарного запаса. Современные реалии, говорят работники сферы культуры, вносят свои коррективы. Интерес к стилю жир-терме у подрастающего поколения растет, однако профессиональных мастеров среди них не так много. А потому открытие подобной музыкальной школы стало большой радостью для всех ценителей традиционного искусства. Этот край всегда был центром развития музыкального творчества нашего народа. Жамбул Жабаев оставил богатое творческое наследие в стиле жир и терме. И наша цель – глубокое изучение, дальнейшее развитие этого особого музыкального направления. К этим стилям молодое поколение сейчас стало проявлять большой интерес. И с открытием музыкальной школы мы сможем значительно повысить их уровень подготовки. Новая музыкальная школа расположилась на базе Дома культуры. Пока ребятам будут преподавать два педагога, обучая их тонкостям искусства, терме и жирше. Однако уже в ближайшее время мастерская будет расширяться. Обучение – бесплатное. Главное – желание. Известный мастер слова Термеша Махпал Токтаганова уверена, здесь они сумеют воспитать новое поколение современных жирше и термеше, достойное своих именитых предшественников. Открытие школы – действительно значимое событие. В своё время мы получали поддержку от своих наставников. Это очень важно. Сегодня мы сами готовы делиться полученными знаниями и опытом с юными учащимися, чтобы продолжать эту цепочку музыкального творчества, чтобы сохранить и приумножить богатое творческое наследие. По информации Управления культуры, подобные музыкальные школы стиля жир-терме в скором будущем планируется открыть и в других районах Алматинской области. Дина Буранбаева, Курмаджан Хасымжан Улы, Аманжол Жомар Тулы, телеканал ЖТСУ. Жители села Каргалы Жамбылского района жалуются на отсутствие дорог и уличного освещения. В населённом пункте, расположенном всего в 45 километрах от мегаполиса Алматы, люди всё ещё вынуждены жить без элементарных благ цивилизации. Каргалинцы не раз поднимали вопрос перед местными властями, но безрезультатно отмечают сельчане. Пыль, непроходимые лужи и грязь затрудняют жизнь жителям как минимум трёх улиц села Каргалы. Как отмечают сельчане, тяжелее всего приходится осенью в сезон дождей. Чтобы преодолеть месиво грязи, требуется специальная обувь. Кроме того, людей беспокоит отсутствие уличных фонарей. После школы дети вынуждены идти в кромешной тьме, негодует жительница улицы Абая Кунанбаева. Невозможно ходить. Внуки со школы выходят в 7-8 часов вечера. Приходится встречать, потому что для детей ходить по темноте небезопасно. В школу отправляем в чистой одежде. Доходят уже все в грязи. В течение 32 года я ещё ни разу не видел здесь, чтобы асфальт сделали, ходили, а реки, чтобы проверяли, чистили или не чистили. Вообще не чистят. Вот насчёт асфальта тоже. Вот у меня жена каждый день три раза полы моет. Машина проедет, всё. Ночью вообще невозможно дышать. На улицу нельзя не выходить. С просьбой решить их проблемы жители села обращались и в сельский, и в районный Акимат. На что последние ответили, что вопрос будет решён лишь после утверждения бюджета на ремонтные работы. Каждый месяц они обещали, что вот сейчас, 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 подождите, готовимся и прочее, прочее. И вот, как вы видите, по состоянию даже на сейчас ничего пока не сделано. Последний срок, который они выставили, это 31 октября. Почему вопрос важен до сих пор? Потому что, ну, если делать дорогу в октябре, то здесь будет грязно, а здесь будет вода. Какого качества будет дорога? Это очень важно узнать. Поэтому я вопрос не снимаю пока. Местная администрация заверила, что вопрос находится на контроле, так как населённый пункт уже включён в проектно-сметную документацию. Однако сельчане, уставшие от пустых обещаний, намерены обратиться в правительство для решения вопроса на высоком уровне. Аделя Кжаркенова, Аманжол Жонкешев, Телеканал ЖИЦУ. Тем временем жители города Кунаев жалуются на неприятный запах в городе. Зловоние особенно остро мешают жителям пятого микрорайона и микрорайона Корлыгаш. Сотрудники местного педагогического контроля провели мониторинг после многочисленных жалоб населения. Подробнее в материале нашего корреспондента. Вот уже больше года жители пятого микрорайона в городе Кунаев не открывают окна своих квартир. По их словам, неприятный запах особенно усиливается в дневное время суток, что значительно влияет на качество жизни. Жители не раз поднимали волнующий их вопрос в социальных сетях и требовали найти источник неприятного запаха. Мы не знаем откуда, но запах ведет ужасный. Никто, кажется, не принимает меры для устранения. Уже около полутора лет так. Запахи у нас вот здесь вот, пятый микрорайон. Сильно воняет. При въезде, при выезде. Ну все, наверное, это и жалуются. Ладно, мы взрослые, а у нас дети. Вот сейчас у нас инфекции какие-то идут. Ребенок в школу пошел здоровый. Пошла вот со вчерашнего дня температура. Ну и, соответственно, значит, что-то не так в воздухе либо в этой канализации что-то не так. Представители городского управления санитарно-эпидемиологического контроля провели лабораторный анализ воздуха и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Это в рамках мониторинга за содержание вредных веществ, проводимых нами. 27 июля 2022 года было зафиксировано превышение максимально разовое, максимально разовой дозы содержания сероводорода в воздухе. Это было превышение незначительное, это было максимально разовое, но предположительно источником данного превышения и наличие канализационного запаха, запаха канализации в воздухе, который присутствует в пятом микрорайоне, в микрорайоне Карлгаш иногда отмечают жители, связан с канализационно-очистными сооружениями, которые находятся на расстоянии трёх километров от города. Как отмечают специалисты, сейчас концентрация сероводорода в воздухе не превышает норму. Однако, чтобы полностью устранить проблему, требуется обновление городской системы канализации. Экологи совместно с Акиматом города и правоохранительными органами будут принимать меры для решения данной проблемы. В Кызылардинской области девочка-подросток оказала помощь своему пятилетнему брату, который стал задыхаться на улице, подавившись мармеладом. Девочка по имени Оружан выбежала за ворота, заметила, что младшему брату стало плохо. Чтобы помочь задыхающемуся братишке, она стала бить его по спине, а затем, перевернув на живот, трясти до тех пор, пока он не задышал. К счастью, её манипуляции помогли мальчику. Конфета выскочила из дыхательных путей, и малыш пришёл в себя. К слову произошедшего, было зафиксировано в видеокамере, установленной во дворе дома, где и проживают герои этой истории. Житель Актау снял на видео свою необычную находку на скалах у спортивного комплекса «Каспий». Когда-то, по словам горожанина, на этом месте находилось кладбище. Мужчина рассказал, что обнаружил предположительно человеческие останки. Редакция издания ожидает по данному факту комментарий от департамента полиции Мангисталской области. Грузинские археологи сообщили о сенсационном открытии в селе Размани Дманистского муниципалитета. В слоях возрастом около двух миллионов лет обнаружен зуб древнего человека. Находка – примоляр нижней челюсти раннего представителя рода «Хома». Руководитель экспедиции Георгий Бензинашвили уверен, что это событие возродит интерес ученых Грузии, а село Размани будет обозначено как место расселения древних евразийцев. Карл III стал новым королем Великобритании и Австралии. В его заявлении отмечается, что после смерти королевы Елизаветы II корона полностью и по праву перешла ее сыну, принцу Чарльзу, который взял себе трон на имя Карл III. Церемонию посетили тысячи жителей, и даже проезд на общественном транспорте в этот день сделали бесплатным. В Нью-Йорке состоялась церемония в память о жертвах теракта, в ходе которой родственники погибших зачитали их имена. Сотни людей собрались, чтобы почтить память жертв теракта. К участию в мероприятии допустили лишь родственников, спасателей, врачей и полицейских, работавших на месте трагедии 21 год назад. В торжественной церемонии приняла участие вице-президент США Камала Харрис. В этот день в Нью-Йорке были приняты повышенные меры безопасности. Часть улиц на юге Манхэттена, где находится мемориальный комплекс, была перекрыта. Подведены итоги чемпионата Алматинской области по казак-корресы среди мужчин, прошедшего в Каскелении Карасайского района. За победу на областном уровне сражались порядка 80 полуанов из 9 районов и города Кунаев. Лучшие из них получили путевки на официальное первенство Казахстана, которое стартует в Актау в октябре этого года. Рассказывает наш спортивный корреспондент. Ермек Нурбалат занимается казак-корресы более 10 лет. 21-летнего спортсмена это не первое соревнование. Он уже успел зарекомендовать себя как перспективный спортсмен. Трехкратный чемпион области, двукратный призер Республики Казахстан за свои заслуги благодарит своего тренера. Сегодня Ермек борется в весовой категории плюс 87 килограммов. Его вес и хорошая физико-тактическая подготовка идеально подходят для участия в престижном республиканском турнире «Казахстан-борысы». Именно эти состязания являются его ближайшей спортивной целью. Я начал заниматься борьбой 10 лет назад, когда был еще совсем молодым. Мой тренер меня очень многому научил. Именно благодаря его поддержке у меня теперь и во взрослой возрастной категории очень хорошие результаты. Я усиленно тренируюсь и совершенствую свои навыки в казахской национальной борьбе, потому что мне очень нравится этот вид спорта. Хочу попасть на крупнейшие состязания, такие как «Казахстан-борсы», «Евразия-борсы» и завоевать на них награды. Основная цель чемпионата Алматинской области – подготовить борцов к предстоящим республиканским стартам. В мероприятии приняли участие 80 полуанов старше 21 года из всех регионов области. По словам специалистов казахской борьбы, этот чемпионат показал, потенциал претендентов, готовых бросить вызов признанным мастерам казахстанского ковра, достаточно высок. Чемпионат по Алматинской области по Казах-Крюсе проводится с целью пропаганды казахских национальных видов спорта и совершенствования навыков борьбы. Сегодня очень много массовых спортивных мероприятий организовывается именно в районах, для того чтобы привлечь как можно больше молодежи к занятиям спортом. Соревнования являются отборочным этапом для формирования сборной Алматинской области для участия в чемпионате Республики Казахстан, который состоится в октаву октябре этого года. Конечно же в борьбе казах-курисы, как в любом другом виде единоборств, головенствует девиз «Кто сильнее, тот и победит». Однако немаловажную роль в достижении результатов играет технико-тактическая подготовка спортсменов. Ею всегда славились борцы Жамбылского района. Им и на этот раз удалось подтвердить свое превосходство и завоевать самое большое количество победных очков. В тройке призеров в общекомандном зачете также представители Карасайского и Толгарского районов. Лилия Штогрина, Ержан Дуйсен, телеканал ЖТСУ. Уважаемые телезрители, с сегодняшнего дня на нашем телеканале новости Алматинской области будут выходить в 9 часов вечера по местному времени. Отследить новости телеканала ЖТСУ вы также сможете и на наших страницах в социальных сетях. Будьте в курсе последних событий. Оставайтесь с нами. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. Оставайтесь с нами на телеканале ЖТСУ. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова